Итак, всем привет! Зовут меня Афанасьев Иван, работаю в Online Technology. Слышно нормально? Просто я себя ужасно слышу с этим микрофоном. Ладно. Значит, доклад будет посвящен функции toString различным способам реализации конвертации чисел в строку, чем один способ отличается от другого, чем он лучше, быстрее, какие техники они используют. Как родился этот доклад? Доклад родился так, что мне было интересно посмотреть, как устроена внутри библиотека Lipsy++. И в процессе ее просмотра я наткнулся на toString. И как мне на тот момент показалось, я могу предложить реализацию лучше. В общем, я, конечно же, ошибался, но это было целое исследование. Результаты которого я хочу вам здесь показать. О чем здесь будет доклад? То есть мы будем посмотрим toString. Мы посмотрим toString с обычными чарами, toString с широкими чарами. Посмотрим только целые числа. В основном мы будем смотреть библиотеку Lipsy++ и только в небольших количествах отклоняться в сторону гнутой реализации или майкрософтовской. И все безобразие, что будет происходить, оно есть в этом пере, которое здесь отражено, в стандартную библиотеку. Что делает toString? ToString берет какое-то число и конвертирует его в строку. Но конвертирует его не просто так, у него есть требование. И требование заключается в том, что результат конвертации должен совпадать с результатом вызова print в буфер с определенным форматом. Это нам потом будет важно. До того, как мы перейдем непосредственно к toString, я хочу напомнить две вещи, которые многие из вас знают. Кто-то, может быть, не знает. Кто знает, поскучает. Кто не знает, вспомнит. А первая вещь — это smallStringOptimization. Они мне потом в докладе понадобятся. Если мы рассмотрим такие функции создания строк, которые будут создавать строк из 20, 21, 22 и так далее, 24 символов, и зададимся вопросом, какая же из них работает быстрее. Закинем это дело на QuickBench.com, запустим и увидим вот такой результат производительности. Мы увидим, что создание строки с какого-то момента переходит в другое состояние. Это связано с тем, что для длинных строк строки аллоцируются на куче, а для коротких строк строки пытаются разместиться непосредственно в самом объекте. Здесь можно подумать, что этот переход начинает с 22 символов, но на самом деле с 23, потому что у нас есть терминирующий ноль. Как это работает внутри ориентировочно? Предположим, у нас есть какой-то classString, а предположим, с такой организацией внутри, скорее всего, она по-настоящему другая. Соответственно, у нас есть указатель на память в куче, 8 байт, есть длина и capacity. И здесь можно, например, было бы как-нибудь исхитриться так, что в один байт записать информацию о том, в каком состоянии у нас находится строка, она либо длинная, либо короткая. Если она короткая, то в оставшиеся 23 байта уместить ее содержимое. А давайте я в этом месте еще отмечу, что если у нас короткая строка, то ее capacity получается равен 23. На самом деле размер строки, он не 24, он плавает. Если мы говорим о библиотеке Lipsy++, которую смотреть будем дальше, то на 32 битах он, например, всего лишь 12 байт, а на 64 — 24. А у гнутой и микрософтовской реализации, соответственно, цифры 24 и 32. Это говорит о том, что размеры со сабвуфера, доступного нам, он зависит от реализации, он зависит от битности. Может еще от опции компиляции зависеть. Например, здесь нужно заметить, что для 32-битных случаев меньшее количество строк попадут в SSO. И отступление. В том месте, когда мы говорим, ну, наверное, когда мы переходим с 32-битных программ на 64-битные, ничего особо по производительности не поменяется. Например, создание строк может измениться в 10 раз, ускориться. Нужно все исследовать. Вторая вещь, про которую я хочу вам напомнить, это гарантии копии Elysian, о том, какой у нас есть сейчас 17-го стандарта. И начнем мы вообще с античности, с античных времен. И рассмотрим функцию, которая строит домик. Как она будет строить домик? Она берет какую-то локальную переменную, локальную переменную заполняет и делает ее return. Если быть совсем-совсем до конца честным, то компилятор так и должен действовать. То есть создать локальную переменную и либо делать копию, либо move этой переменной в результат. Но компилятору разрешено выполнять некоторые оптимизации. Первая оптимизация — это return value optimization. Она заключается в том, что если мы объект результата конструируем прямо в return, то компилятор вправе, он не обязан, но он вправе сконструировать этот объект прямо в результате. Даже если соответствующие копии или move конструкторы имеют сайд-эффекты. При этом остается требование, что если компилятор оптимизацию применил и эти конструкторы вообще в программе не нужны, все равно они обязаны существовать. Программист обязан их написать. Как будто бы компилятор эту оптимизацию не применяет. Вторая часть — это когда у нас есть локальный объект. Это name and return value optimization. Берем локальный объект, заполняем. Компилятор знает, что этот локальный объект можно сразу же сформировать в результате. Чуть более интересно. Когда Nrvo не работает? Оно не работает, если у нас несколько локальных объектов, и вообще непонятно, какой из них записывать в результат. Поэтому придется действовать их локальными, а потом их либо перемещать, либо копировать. Nrvo не работает, если у нас объект локальный передан через параметры. Из-за calling convention он, скорее всего, будет на стеке размещен в параметрах. Его придется копировать или перемещать в результат. Также он не работает, если у нас не совпадают типы. Например, мы строим отнаследованный домик. В 17 стандартах у нас появляется гарантий копии Elysian. Если говорить простым и неправильным языком, то с этого момента Rvo становится обязательным, требованием к компилятору. Компилятор обязан выполнять эту оптимизацию. Если говорить честным языком, то на CPL Plus в Москве будет доклад Антона, где он гораздо лучше все это расскажет меня. Если совсем коротко, то там поменяли, дай бог памяти, определение Rvalu. И этот механизм называли Materialized Value Passing. И в этом примере из документации мы могли бы предположить, что у нас 3 или 4 конструктора копирования. На самом деле, 3 или 4 вызова конструктора. На самом деле у нас вызван будет всего лишь один дефолтный конструктор за счет того, что переменное значение t добежит до x до того момента, когда оно действительно нужно. Без промежуточных конструкторов. Теперь, собственно, toString. Референсная имплементация. То, с чего все начиналось. То, какой я увидел ее на момент исследования. ToString, собственно, самая обычная функция. Реализована она через перегрузку по типу первого параметра. Все они проваливаются в одну и ту же функцию sString, чтобы не было копипаста. Нетрудно догадаться, что она шаблонная. И ей сверху передается функция из семейства print функций. Передается начальная строка, с которой начнется работа. Передается формат, который, соответственно, будет скармливаться print. И передается значение, которым эту print будет скармливаться. Как строится начальная строка? Начальная строка — это шаблонная структурка, которая параметризирована классом строки непосредственно и классом значения. Значение имеет роль для float-овских чисел. Здесь мы их смотреть не будем. Со строкой что происходит? Как строим начальную строку? Для обычной строки чаровской мы создаем объект через дефолтный конструктор. Вот в этот момент, когда мы его создали, у него capacity должен совпадать с максимальным размером, который влезает в SSO. Ну а сайс, соответственно, нулевой. Тогда мы делаем ресайз на capacity и возвращаем эту строку. С vchr немножко интереснее. В первую очередь создается 23 символа под vchr. Это чтобы туда, соответственно, влезло самый большой int. Но в этом же месте, как только мы таким образом строку создали, мы сразу же отказались от SSO. Мы сразу же ушли в локацию. Соответственно, поскольку мы запросили, чтобы у нас у строки размер был 23, у нас нет гарантии, что capacity осталось 23. Она может быть побольше. Ну давайте на всякий случай, если у нас она побольше, еще это и отхватим. Почему бы и нет? И возвращаем, соответственно, строку. Начальную, с которой мы дальше будем работать. Как работает непосредственно сама конвертация? Стринг — это функция, которая принимает функцию семейства и спринт. Принимает начальную строку, формат и значение. Первым делом у начальной строки давайте спросим у нее размер. То есть тот буфер, который у меня есть для работы. Как только спросили размер, заходим в бесконечный цикл. У этого есть объяснение. Заходим в бесконечный цикл. И в бесконечном цикле мы вызываем в этот буфер, в начальную строку, которую нам передали, принт, собственно. Принт возвращает какой-то статус. Если то, что он вернул, больше либо равно нуля, это значит, это то количество символов, которое должно быть, чтобы мы ответ записали правильно. Неважно, сколько у нас есть. Это то, сколько должно быть. А дальше, собственно, вопрос. Если у нас это количество символов уже есть, значит, мы ответ правильно записали. Нам нужно подфитить размер строки и можно ее возвращать. Если у нас нужного количества символов нет, тогда мы результат функции считаем как совет. Сколько нам нужно, количество символов нужно. Делаем resize и уходим на новую итерацию цикла. Есть еще случаи, когда статус может быть меньше нуля. Это значит, что функция принт каким-то образом сообщает о своей ошибке. Тогда в этом случае алгоритм уходит на увеличение размера по геометрической прогрессии. Когда так или иначе принт наконец-то отработает, возвращаем строку. Что я хочу здесь отметить? А здесь, поскольку начальную строку мы передали через аргумент, через аргумент, в этом месте мы потеряли все возможные копии лизии. То есть у нас никаких гарантий не работает, конечно, у нас не работает даже НРВО. Он у нас здесь отваливается. Что по референсной имплементации мы имеем? Если еще более подробно смотреть на этот алгоритм и анализировать его. мы имеем, что с обычными чарами в 64-битном варианте у нас гарантированно SSO плюс один вызов из принтфа с 32-битными вариантами, поскольку у нас размер SSO уже гораздо меньше, на маленьких строках у нас, на маленьких значениях у нас все еще хорошо, а на больших строках у нас будет один вызов из принтф, на котором мы обломаемся, пойдем на вторую итерацию цикла, там, соответственно, сделаем аллокацию и еще раз позовем из принтф. С широкими строками проблема в том, что мы теряем возможности SSO. Хотелось бы их все-таки иметь. И, соответственно, пропущены упущенные возможности копии лизии заиспользовать. Когда смотрим на все это, вырисовывается примерно такая тестовая матрица, на которой будем смотреть наши варианты по улучшению этой функции. Соответственно, будут обычные чары, широкие чары, один сим, число какое-нибудь самое маленькое, число какое-нибудь самое большое. И первый пропозал, который приходит в голову, который, как мне казалось, ну сейчас я возьму, улучшу и получу такие ачивки, что у меня есть коммит в липси плюс-плюс-плюс-плюс. Идея. А давайте возьмем, отмотаем достаточно большой буфер на стеке. И прямо в этот буфер позовем sprint. И если все прошло хорошо, если все прошло хорошо, то мы из этого буфера строкую вернем. А если все прошло плохо, но у нас какая-то проблемная функция sprint, какая-то странная реализация стандартной библиотеки C, то мы зафоллбетчимся на предыдущий алгоритм, и по крайней мере старые сценарии мы не сломаем. А новые, по идее, наверное, должны стать лучше. Но мы это посмотрим. В коде это выглядит примерно так. Давайте возьмем какой-нибудь большой-большой-большой размер, или не очень большой, но возьмем. Отмотаем буфер на стеке, зовем в него sprint прямо в этот буфер и в случае успеха возвращаем строку. И в случае, если sprint какая-то странная, то фоллбетчимся на предыдущий вариант. Какие здесь можно отметить плюсы и минусы у такого подхода? Во-первых, плюс, который очень приятный. Мы имеем SSO для всех вариантов входа, которые влезают в SSO. Плюс в том, что у нас есть гарантия на копии Illusion 17+. Тоже приятный вариант. Минус в том, что у нас приходится здесь делать копирование буфера из стека в строку. Ну, так или иначе, давайте закинем результат на quickbench.com Здесь все результаты по 64-битам. 32-бит на я не смотрел. ToString на единице. Мы получаем ускорение на 16%, на максимуме 8%, с широкими строками чуть получше, 25% и ничего. Ну, тем не менее, тем не менее, тем не менее, у нас хотя бы до 25% мы получили ускорение. Мне кажется, в этом месте нам должны сказать спасибо. Мы хотим себе такое увидеть в стандартной библиотеке. На самом деле нет. Но если было бы так, то доклада бы и не было. Второй пропозл. Замечание на ревью. Если вы действительно озаботились производительностью, вы тогда руками напишите цикл, который будет делить значение. И станет все гораздо быстрее. Ну, ладно, звучит несложно. Берем, реализуем. Код, который я написал, он очень страшный, мне показывать его стыдно, поэтому я идею только расскажу. Идея первая, то есть шаг первый. То значение, с которым мы работаем, мы его делим, берем остаток отделения на 10, получаем какую-то циферку, записываем ее в ответ, делим его на 10 и уходим на следующую итерацию цикла. Собственно, мы получаем, что у нас на каждый символ как бы две операции деления. И поскольку заранее мы не знаем длину, буфер на стеке нам нужно заполнять справа налево. Поскольку мы сначала узнаем единицы, потом десятки, потом сотни, тысячи и так далее. Нужно не забыть про отрицательные числа. Во-первых, о том, как брать от них остатки отделения. Нужно найти соответствующий пункт в стандарте, что они все-таки будут меньше либо равно нуля. Нужно не забыть про знак и не забыть, ну, как минимум протестировать особое отрицательное число, которое не имеет равное ему по модулю положительного в этом типе. Загоняем все это дело на QuickBank, бенчком, смотрим результаты. Ну, действительно, для единички мы получаем ускорение в 10 раз. На максимуме более чем в 2 раза на обычных чарах, на широких чарах еще круче. Значит, на единичке мы получаем 93% ускорения, на максимуме где-то в 5 раз, чуть больше. Наша наивная реализация – самый обычный цикл. Что поменялось? Раньше у нас был вызов и спринт, а стал ручной цикл. И вопрос, а почему спринт оказывается настолько медленным? Что в нем такого сложного, что он не может это все сделать за нас? Общая идея на ответ в том, что спринт – это алгоритм общецелевой. Он заточен под разные входы, разные форматы. А то, что мы пишем, это алгоритм конкретный, и конкретные алгоритмы оптимизировать гораздо проще. Ну, а если предположить? Наверное, там парсинг формата дорогой. А может быть, мы там передаем множественные аргументы через три точки, через варарги, находят слухи, что это тоже дорого. А может быть, вообще-то говоря, и спринт от локали зависит, а у нас приложение может быть многопоточное, и нам нужны синхронизации. Тоже непонятно. Поэтому давайте возьмем и запрофилируем. И запрофилируем. Результаты профилировки для спринтса, для большого-большого инта, самого большого, которого можно. Значит, 40% времени, оказывается, мы делаем полезную работу. А 30% времени мы парсим формат. В общем, какое-то копирование буферов 11%, какая-то настройка режимов проверки и еще 5%, еще 5% зануления каких-то буферов, инициализация внутренних структур, 5%. Ну, по крайней мере, 40% времени мы что-то полезное делаем. А если мы возьмем и для единички, и спринт для единички будем вызывать? Половину времени мы парсим формат. То есть вот эти три символа, процент и льд, это у нас 50% времени. Зануление какого-то буфера еще 11%, 10-11%. Какое-то копирование. 8%, 7% настройка режимов отладки проверок. А где полезная работа? А полезная работа, она где-то вот здесь внизу болтается, в районе 4%. Какие из этого можно сделать выводы? Парсинг формата действительно дорогой. Ну, по крайней мере, для тех входов, которые мы в спринт закидываем. Это дорогое удовольствие. У нас есть эврехэтно-внутренние структуры. Откуда они появляются? Они появляются из того, что у спринт это целое семейство функций. Они умеют работать с файлами, они умеют работать со строками, они умеют работать с потоками, с буферами. А чтобы не писать копипаст, это все дело так или иначе сводится к одному коду. У нас есть эврехэт на эти структуры. У нас есть эврехэт на настройки режимов отладки, а у нас нет эврехэда на доступ к локалям, потому что доступ к локалям организован лениво. Когда мы печатаем инты, локаль нам не нужна. Они от локаля не зависят. Ну, хорошо. Мы что-то получили, что-то поисследовали, и получили, что мы до 93% ускорили на различных входах. И кажется, теперь эта ачивочка-то точно у нас. На самом деле нет. На самом деле нет. Третий вариант. В мое многострадальное ревью заходит Маршал Клаву и говорит, вы, конечно, очень хорошо здесь поупражнялись, но вообще просто возьмите и переиспользуйте 2Chars. Что такое 2Chars? 2Chars — это алгоритм, который делает ровно то, что нам и надо. Он принимает сверху какой-то буфер, ему абсолютно все равно, откуда он приходит, и он берет в этот буфер и пишет число. И, соответственно, возвращает в результате либо указатель на конец, либо какую-то код ошибки. С 2Chars есть один нюанс. Есть один нюанс. Возможно, так он станет виден лучше. А возможно, вот так он станет виден еще лучше. 2String у нас доступен с 11-х плюсов, а 2Chars только с 17-х. И поэтому есть некоторые сложности в том, чтобы 2Chars внутри 2String переиспользовать. Эти сложности, конечно, есть, если вы не разработчик в стандартной библиотеке. Конкретно под эту задачу Marshall забегпортил 2Chars на 11-е плюсы. Решение получается в районе идеального. То есть мы отматываем буфер на стеке какого-то размера, вызываем в него 2Chars и оттуда возвращаем результат. Поскольку мы знаем, что размера у нас точно достаточно, 2Chars у нас работает без ошибок. Немножку пару слов о самом размере. Что такое digits 10? Значение digits 10 — это такое количество десятичных цифр, что любое число, у которого такое количество десятичных цифр, представимо типом t. В общем, я плохо понимаю это определение, поэтому на примере. Если мы возьмем тип t, это у int 8, который от 0 до 255. Вот у него любое двухзначное число, оно представимо этим типом, но не любое трехзначное. Поэтому у него digits 10 равно 2. и мы, соответственно, из-за этой специфики digits 10 добавим единичку сверху. И еще единичку на знак не забудем. И вроде бы этого буфера должно хватить, наверное, кажется. Но если что, у нас есть санитары. Загоняем это все дело на QuickBench и получаем интересный результат. У нас 2Chars, 2Chars начинает побивать наш наивный алгоритм, который мы писали руками. И он начинает побивать его весьма хорошо. Где-то в районе до двух раз. И на широких строках он тоже ведет себя лучше. И в этом месте я начал задаваться вопросом, как так получается, почему так получается, почему 2Chars оказывается быстрее очень простого алгоритма. И 2Chars внутри использует несколько техник. первое, он оптимизирует количество делений. Напомню, что наивный алгоритм у нас что делает? Он берет число, делит его нацело на 10 и делит просто на 10. Ой, нацело. Берет остаток отделений на 10 и делит просто на 10. Получается 2 деления на символ. Первый вопрос. Кого это вообще волнует? На самом деле волнует. Если мы посмотрим стоимость инструкций iDiv для int, для int, то для 64-битов она может колебаться в районе сотни тактов. Те цифры, которые я сюда привожу, я из этой статьи беру. Если что, там авторы пишут технику, как они их получали. Деление для 32-битных int подешевле, но тоже не в районе бесплатного. Какой вывод можно сделать, смотря на эту табличку? Вывод первый. Если вы делите int, 64-битные, и с какого-то момента вы понимаете, что они у вас начинают влезать в 32, то имеет смысл их застать и кастить на 32-битные и продолжить работу в 32-битных числах. Где-то в 3-4 раза это у вас будет быстрее. Второй момент, что, казалось бы, все-таки имеет смысл оптимизировать деление, но на самом деле нет, про это поговорим чуть-чуть позже. Как оптимизировать деление toCharts? Он берет вот такой вот символ, глобальный массивчик, куда пишет, соответственно, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 и так далее, 97, 98, 99. Это все пары символов, которые могут нам попасться, когда мы берем число и делим на целого, остаток отделения на 100. Соответственно, мы берем число, берем остаток отделения на 100, и тогда по индексам 2i, 2i плюс 1 лежит интересующий нас результат. Например, если остаток отделения на 100 — это 5, у нас получаются индексы 10 и 11, это, соответственно, 0 и 5 в этом массиве. А поскольку мы делим не на 10, а на 100 в таком варианте, то у нас число отделений будет в два раза меньше. Вот в этом месте в дело вступает компилятор. Пока еще это был тот алгоритм, который виден глазами. Что делает компилятор? Давайте рассмотрим вот такие две функции. Функция f, которая берет просто x и делит на y, и функция g, которая и x на y делит, еще и остаток отделения. Остаток отделения берет, да. И что он сгенерирует? А сгенерирует он вот это. Я смотрел у x86 кланк. Разницы вообще никакой по инструкциям. Это фишка инструкции, насколько я понимаю, диф, которая умеет читать и то, и то одновременно. Поэтому в наше исследование нужно внести правку. И все наши цифры, которые мы получили, поделить пополам. Но это еще не все. Если у нас делим на 10, поэтому рассмотрим две такие функции. Функция f, которая будет x делить на 10, и g функция, которая будет x делить на y. И опять же натравим на них компилятор, посмотрим, что получится. Получится вот это. И разница вот эта. Для функции g компилятор честно вызывает инструкцию деления целых. А для функции f компилятор подбирает такие магические цифры, превращая деление в последовательность операции умножения и побитовых сдвигов и сложений. Эта штука валидна, она корректна. И вот эта последовательность, она по стоимости, скорее всего, будет дешевле, чем вызов честного деления, инструкции деления. Почему мы эту последовательность не можем прямо вычислить в функции g? Мы ее можем вычислить, но вычисляется она дорого. Поэтому дешевле уже честно поделить. Хорошо, а идея такая. Пускай мы y не знаем, но нам нужно много-много числителей разделить на этот y. Давайте мы заранее вычислим эту последовательность уже в рантайме и будем эти числители делить на y массово, да еще какими-нибудь векторными инструкциями, там ssa или vx. И эта идея уже реализована, все украдено до нас. Вот в этой библиотечке libdivide.com это уже все сделано. Почему такая последовательность инструкции работает? Вот в этой статье можете посмотреть, там авторы приводят математику. Почему это все корректно? Ну, у нас чуть-чуть более сложный вариант. Мы не просто делим 10, мы берем еще остаток отделения. И здесь оно оказывается чуть-чуть дороже, если мы натравим на это дело компилятор. А у нас несколько дополнительных инструкций еще вылезут. Вот это одинаковая часть, а это, соответственно, общая, которая получается. Ну и бог с ним. И бог с ним. Если еще больше подправить наше исследование, то у нас вообще говоря не 0,5 делений на символ, у нас некоторая особым образом оптимизированная операция деления и взятия остатка на символ. Ну теперь вроде бы оно корректно, наверное. Следующий трюк. Мемцы пай. Каким образом происходит запись этих двух символов и результат? В тучарсе написан вот такой код. Нам нужно положить два символа. Давайте возьмем мемцы пай. В буфер вот эти вот два символа, две штуки. Я когда это увидел, я этого трюка не знал. И меня это очень удивило, потому что нам нужно положить два символа. Зачем мы вызываем целую функцию? Ведь мы там зайдем внутрь. Там calling convention, цикл. Давайте просто возьмем два символа и положим. Но перед тем, как это закоммитить, давайте все-таки это запорфилируем. И мой вариант где-то на 17% медленнее, чем вариант с mem.cpi. Интересно. Ладно, забрасываем это дело в компилятор. Пускай нам компилятор все объясняет. Сверху версия через mem.cpi, внизу версия наивного разработчика. То, что генерит компилятор, в чем разница? Версия наивного разработчика превращается в две чтения и в две записи по одному символу. Mem.cpi превращается в одно чтение и одну запись. Объяснение этому такое, что mem.cpi — это не функция. Это особый интенсивный компилятор, который компилятор умеет очень хорошо оптимизировать. И то, что там было применено, это один из известных трюков в низкоуровневой C++ разработке. Хорошо. Далее. Следующий трюк, который используется в 2Chars, это детектор длины. То есть 2Chars пишет в некоторый буфер от first-to-to-last значения. В принципе, кажется, можно сделать так, что мы будем писать ответ справа налево, потом делать mem move, но лучше писать все-таки слева направо. Но для этого надо заранее знать длину. А как ее можно узнать? А там используется почти такой трюк. Вот такой. Ладно, это для иллюстрации. На самом деле там вот этот алгоритм последовательного стифов, она переделана вот в такую. То есть там применен некоторый вариант в бисекции, трисекции. И таким образом где-нибудь в листьях этого деревья мы узнаем конкретную длину и дальше с ней работаем. Да, в этом варианте кто-то может заметить, что branch-предиктор начнет злобно ругаться. Ну, ладно, пускай. Итого. С 2charts какие у нас трюки были? То есть 2charts оптимизирует количество делений, 2charts использует mem cp intrinsic и узнает длину, чтобы писать все слева направо. И он дает очень хорошее ускорение. Мы получили до 95% ускорения. Кажется, до 20-ти кратное. Кажется, это уже точно должна быть ачивка. И таки спустя 2 месяца работы этот пьер замерзался. Да. Нет. Через 5 часов его отривертили. Это было нечто. Отривертили с сообщением. А вы знаете, проверки кланга начали фейлиться в режиме asana msana. Ну, первая мысль, которая приходит в голову, ну, я где-то там плюс-минус один накосячил, где-то не учел, буфер недостаточной длины, к результату надо особо можно истучаться отработать. Начинаем читать дальше, что написано. Дальше написано вот такое. Вот когда мы теперь стали вызывать ту стринг от такого числа, у нас стали появляться ведущие нули. А раньше не было. Кажется, ведущих нулей я нигде не добавлял. Начинаем лезть дальше. Сам ту чарс добавляет ведущие нули, если у нас значение попадает в определенный рейндж. Но первая мысль, ну, хорошо, добавляет и добавляет, а вдруг он имеет право, как бы, черт его знает, читаем документацию. Нет, ту чарс не имеет права добавлять ведущие нули. Это бага стандартной библиотеки. У нас ту чарс может добавлять ведущие нули, если у нас на вход дается число между 10 в 9 и 10 в 12. В чем бага? Если помните вот ту систему ифов, которые я вам недавно показывал, там одна веточка была пропущена. Поэтому, в общем, ее добавляем, и ведущие нули у нас исчезают. И такие-то все замерзжены. Есть. Что не так с вещественными числами? Вещественные числа, там вылезает много нюансов. По требованиям результаты спринтва вещественных чисел, ой, результат ту стринга для вещественных чисел должен совпадать с спринтвом. И тут получается следующее. Во-первых, спринт зависит на локале. А ту чарс не должен зависеть от локали. Ну, казалось бы, там точка, запятая, как-нибудь это обрулить можно через дополнительный параметр. Вторая проблема, что на момент, когда эта задача делалась, ту чарс для floating point еще не существовал. Третья проблема, я не знаю, какая из них сложнее, вторая или третья, что ту чарс, он гарантирует точное восстановление значения, когда будет вызываться парный метод from чарс. А ту стринг не гарантирует. Ту стринг гарантирует по формату спринтва шесть знаков после запятой. И если таким образом реализовывать ту чарс, чтобы его можно было и там, и там переиспользовать, мы уже получаем более общий алгоритм, который поддерживает разные форматы, и его сложно будет сделать эффективным. Какая здесь идея? Ну, давайте возьмем первый пропозал, который наш слегка ущербный, но для флоутов-то возьмем. И если я там нигде не ошибся в размерах, ой, в измерениях, он дает до пятикратного ускорения на флоутах, в зависимости от того, какой флоут мы ему передали. Но, тем не менее, PR был зареджектнут. Разработчики стандартной библиотеки хотят все-таки сделать очень крутой ту чарс для флоутов и переиспользовать его. То есть, ну, пока так. Что было у конкурентов? У конкурентов на момент, когда делалась задача, гнутая реализация, она, соответственно, использовала только первый пропозал только SuccessPass, то есть один вызов спринтфа. А объяснение этому такое, что гнутая реализация работает с конкретной, как я понимаю, библиотекой стандартной, и самый разный зоопарк их поддерживать не обязанно. А майкрософтовская реализация на тот момент, она еще не была заопенсоршена. Она гораздо чуть-чуть попозже. Заопенсорсили ее. А когда я проверял состояние на 23 ноября 2019 года, в гнутой реализации перешли на ту чарс, а в стельной реализации Микрософта был, соответственно, наивный алгоритм, то есть который делит на 10 и берет остаток отделения на 10. Итого. Две ачивки таки получилось. И на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Машите руками активнее. Я не вижу. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Подскажите, вы сказали, что хотят реализовать в стандартной библиотеке крутой ту чарс для даблов. А вообще какие-нибудь перспективы, когда дата неизвестна? То есть еще никаких не было, да? Я сам человек со стороны. Ну, вы просто там, получается, в репозитории бываете, может, там что-то уже есть. Потому что животрепещущая тема, вывод даблов – это очень тяжелая вещь. Ладно, спасибо. Да, пожалуйста. Ну, в общем, когда в последний раз смотрел, не было. Про даблы есть замечательная библиотека Rue. Недавно ее один товарищ из гугла сделал, правда, он уже не в гугле. Там прям все очень круто. То есть ее даже втащили себе Microsoft, Visual Studio. Там все очень хорошо математически доказано. И этот алгоритм реально даблы и флоты конвертит. Ну, прям очень быстро. Называется Rue. Спасибо. У меня тоже вопросик. Можно вернуть к слайду, где стоимость операции IDF указана? Да. То есть целочисленное деление выходит немножечко дольше, чем 1-2 такта. И понятно, что тем не менее наивная реализация и тучарс реализация, использующая похожие алгоритмы, использующие эту инструкцию, они достаточно быстрые. А какие предположения по времени выполнения такого же наивного алгоритма только на флотах и на даблах? Все-таки это немножко разные представления чисел, потому как далеко не каждый процессор, если взять маленькие ядра, умеет это вычислять вообще с помощью какого-то внешнего блока. И какова скорость вычисления на, скажем, вот этих платформах? Есть какие-нибудь оценки? Конечно же, эту тему я не копал. Пускай более крутые эксперты меня поправят, по-моему, операция деления для вещественных чисел в железяке работает намного быстрее, чем инты. Даже честно, без всяких там читов. Но там отдельное FPU обычно. Нет, каких-нибудь конкретных оценок там я не скажу, конечно же. Ну ладно, спасибо. Спасибо за наклад. Там вот слайд с оптимизацией деления, где строка и на 100 делится, а не на 10. Да, вот это вот. Да, да. Такой вопрос, если мы там на 1000 начнем делить, на 10 тысяч. Можно. Будет быстрее и быстрее, да? Можно попробовать поиграться с этим, посмотреть, какие нюансы на этом выхватить с кэш-френдли. Потому что этот массивчик маленький, он в кэш быстро запихивается. А если там 1000, то нужны массивчики побольше. Это первый нюанс. А второй нюанс, ну, если вы хотите 1000, сделать можно, но будет такая большая глобальная константа в стандартной библиотеке, что немножко увеличит ее размер. Может быть, даже не критично. В общем, там нужно играться с нюансами кэша, смотреть, как он влияет. Здравствуйте. Можно такой вопрос? По поводу функции, которая привеляет сколько десятичных разрядов в числе. Там сначала привели наивную реализацию, потом вот эта пирамидка, где такое подобие бинарного поиска. А пробовали именно время сравнивать? Потому что вот тот бинарный поиск по количеству разрядов, он, конечно, выглядит красивее, но для конвейера процессора там какой-то ад. Да, то есть он здесь будет промахиваться на каждом втором условии. Время я сравнивать не пробовал. Я думаю, здесь тоже немножко out. Я могу ошибаться, но здесь тоже брать предикторы. В этой реализации он не угадает только раз. В этой реализации мы один раз конвейеров сорвем, но только один раз. В варианте, где вот та пирамидка, там гораздо больше раз будем не угадывать. И тут на глаз, мне кажется, сложнее сказать, что будет быстрее. Но я не уверен, просто предположение. Может быть, такой вариант не так уж и плох. Ну, как мне кажется, здесь количество прыжков по if в среднем должно быть поменьше. За счет этого у нас конвейер должно быть полегче. Но я не специалист в этом. Спасибо. Все? Уже пошли обсуждения? Спасибо большое. Всем большое спасибо. 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 Спасибо.